здравствуйте с вами снова эквименеджмент свитой козловой сегодня мы встречаемся с вами в рамках данного проекта последний раз мне хотелось закончить чем-то особенным и по-настоящему полезным для всех нас поэтому после долгих колебаний я выбрала тему мотивация мне видится эта тема не просто важной я считаю ее краеугольной каждый из нас миллион раз задавался вопросом куда ушли все наши победы в конном спорте и ответ на этот вопрос я предлагаю найти сегодня вместе когда мы начинали заниматься конным спортом мы все любили лошадей своих тренеров поездки на соревнования мы делали то что любили и ни о чем не задумывались но постепенно мы взрослели и по мере этого взросления появлялась вторая чаша весов в которой постепенно накапливалось то что любить невозможно поражение разлуки с близкими сверхусилия конкуренция зависть и невезение и это чаша неумолимо становилось все тяжелее и тяжелее пока одной любовью конному спорту уже невозможно было удерживать равновесие и гармонию знакомо да это выгорание отсутствие мотивации которая в разные периоды настигает каждого спортсмена но если профессионалы умеют этому противостоять то спортсмены любители ломаются никаких ярких побед от них тогда не жди как же влияет на текущие результаты и перспективы развития конного спорта в нашей стране не профессионализм и что нужно любителю кроме таланта чтобы стать профессионалом и научиться побеждать большинство одаренных от природы всадников выигрывают свои первые крупные турниры не придерживаясь сколько-нибудь разумного режима работы и отдыха и потому менять что-либо в своем отношении к делу с течением времени не собираются а тем более заниматься какими-то дополнительными упражнениями от самоанализа до йоги так постепенно всадники подававшие надежды в начале своего пути скатываются к жалкому любительству а далее некоторых ждет саморазрушение в чем же заключается секрет победы одних и поражение других какие условия нужны всаднику чтобы стать профессионалом и начать выигрывать реально большие турниры с реально высоким уровнем конкуренции конечно в числе таких условий мы не станем называть отсутствие головной боли после возлияния вечером накануне старта это уже не профессионалах мы поищем действительно то важное что помогает профессиональным спортсменам побеждать многие называют в числе таких обязательных условий сохранение свежести и работоспособности все дни турнира другие способность не думать о результате кому-то важно ограничить общение некоторые наши великие чемпионы рассказывали мне что они непременно должны были внутри себя пронести нечто что оставалось в их душе от дня прибытия на соревнования до погрузки лошадей в обратный путь они не знают что это но она всегда требовала от них предельной отрешенности от всего происходящего вокруг полного погружения в себя некоторые из них вспоминали о том что бывали старты когда они точно знали что выиграет и не было силы способной этому помешать однако чтобы уметь анализировать свое состояние чтобы вывести закономерности способствующие успеху и научиться надевать свою лучшую форму словно фраг нужно системно заниматься самоанализом и самопознанием это огромная внеманежная работа именно это внеманежная работа по саморазвитию отличает любительство от истинного профессионализма и без этого спортсмену нечего делать на чемпионатах мира и олимпийских играх есть еще одно важнейшее условие успеха это отсутствие боязни противника есть даже такое выражение магия титула трудно тому кто еще ни разу не выигрывал у чемпиона побороть предстартовое возбуждение даже страх и панику вот почему нужно стремиться выступать и обретать профессионализм в профессиональной конкурентной среде к тому же за спокойной готовностью к выступлению стоит всегда уверенность в проделанной дома работе и если нет системности нет анализа нет дневника в конце концов в котором записано все что сделано на пути к часу x не выставлены оценки себе за прожитый спортивный день не будет и этой спокойной уверенности ведь каждый из нас как никто другой знает свои грехи и это знание отнимает часть такой нужной уверенности в себе и в закономерности будущей победы которую и мы это впитали с молоком матери нужно заслужить самооценка человека это тайна и никто не может ее знать кроме самого спортсмена разумеется здесь многое зависит и от тренера готов ли он к победе своего всадника готов ли взять на себя ответственность за его результат его состояние его настроение за его уверенность в конце концов жить по его режиму без развлечений лишних людей сегодня в спорте соревнуются не отдельные спортсмены а их команды группы людей работающие по своим особым алгоритмом и тут есть еще один важный компонент когда люди команды рядом это повышает уверенность спортсмена но есть еще один фактор это ответственность если людей в команде связывает дружба уважение и взаимная вера они ощущают и взаимную ответственность друг перед другом и тогда спортсмен вспоминает и про договоренности и про настрой и следует по намеченному пути к победе с максимальной отдачей лошади отлично работают у многих всадников на разминках и тренировках а выигрывают те кто лучше настроен на жесткую беспощадную борьбу в каждом из тестов кто словно запрограммирован на сверхусилия и готов спокойно продемонстрировать свои наработки кто наедине с самим собой со всеми своими мыслями и чувствами взвесив все на видимых только ему весах скажет себе перед въездом в манеж да я готов а до этой минуты будет борьба со своими слабостями усталостью сомнениями и желанием на все плюнуть это да скажет себе перед стартом несколько претендентов на победу заслуживших это право и выбранных судьбой но выиграет один кто лучше мотивирован и так победу нужно заслужить не нужно молиться перед стартом молитвой ничего не заслужишь заслужить можно только если к делу своей жизни относиться свято ведь истинная молитва это не поход в церковь это ежедневная профессиональная работа так что же отличает талантливого и даже подающего большие надежды любителя от профессионалов прежде всего это тотальное неумение готовиться к старту я много лет наблюдала за карлом хестером как-то елена владимировна петушкова это было хикстеди в 2003 году сказала мне указывая на выступавшего тогда без особого блеска хестера вот он мой эталон всадника я скептически улыбнулась в тот год хестер был не в лучшей своей форме но стала присматриваться и заметила одну вещь которая запала мне в сознание на долгие годы профессионалы въезжают в манеж свободными от себя от своих естественных человеческих сомнений это люди победившие себя раз и навсегда тысячу раз победившие свои ослабляющие волю привычки сделавшие тысячу анализов своей манежной тренировочной домашней работы да талантливый любитель может усилием воли разово обеспечить недостающую уверенность в себе и концентрацию но если он не превратится в профессионала он быстро исчерпает запас боли и быстро выгорит дотла обычный человек не в состоянии годами выдерживать нервные перегрузки современного спорта истощается его воля и уже не обеспечивает победы над собой иногда это заканчивается очень плохо срывами потери здоровья дружбы с алкоголем часто мы слышим рассказы о прекрасных временах советского спорта я отлично помню как там все было устроено и уверена что грустить просто не о чем ведь сущностью советского спорта было любительство основанное на жертвенности в течение многих лет высококвалифицированных спортсменов изматывали определенным образом жизни они обязаны были подолгу оставаться на сборах вдали от близких и эта тоска и внутреннее одиночество для многих становилась хронической болью оживая в разных ситуациях перед турнирами с участием сильных соперников или даже прямо во время выступления и не всем удавалось преодолеть ее раньше еще в юности активно занимаясь конным спортом я часто задавала себе вопрос все эти постоянно имеющие место организационные накладки происходят по причине некомпетентности спортивных чиновников или от и глупости и лишь позже осознала что иногда при наличии того и другого у большинства советских чиновников от спорта в основе их отношения к своим обязанностям лежала нечто третье пренебрежение к спортсменов отношение к нему как к рабу над которым у него есть власть и право поощрять его труд и победы за гран поездками включением состав сборной или наказывать используя широкий ассортимент репрессивных мер от не представление на почетное звание до отказа в решении жилищных проблем зачастую наши великие спортсмены и тренеры выигрывали самые крупные турниры планеты вопреки усилиям спортивных чиновников поэтому сегодня стоит направлять наши с вами общие усилия на создание современной модели как эмоциональных так и финансовых взаимоотношений в реальном формате времени формате профессионального спорта модели которая гарантирует сохранение человеческого потенциала и достоинства они жертвуют людьми во имя славы спорта как-то мне попалась отличная реплика отца на на и оселяне во время ее матча с май чебурданидзе за мировую шахматную корону он сказал пусть проигрывает и живет как все у меня одна дочь но тогда на на все же выиграла наша с вами самая главная задача сделать конный спорт простым понятным и зрелищным а сделать все это простым понятным и зрелищным и есть самое сложное обратите внимание что профессиональные спортсмены во всем мире каждый день возвращаются в свои дома к своей обычной жизни без каких-либо внешних репрессий и ограничений и остаются свободными выборе форм досуга ведь они профессионалы и точно знают что им пойдет на пользу а что помешает в работе они остаются мотивированными не вследствие принуждения а в силу внутренней уверенности в том что делают все что нужно для того чтобы оставаться в отличной эмоциональной и физической форме потому что истинные профессионалы знают что жизнь в спорте исключительно ради результата не имеет смысла попадешь в сборную из тебя выжмут все соки давай давай работай и когда уже выжмут выкинут и никакой благодарности за твои страдания и самоограничения если человек отдает спорту все свои мысли и силы не думая жизни вне его то очень часто в конце он остается у разбитого корыта спортивная жизнь кончилась а обыкновенная прошла мимо истинные профессионалы знают о том что ни одна победа не компенсирует вложенного ради ее достижения труда откуда же тогда берется у профессионалов это мощь духа и мотивированность на протяжении долгих очень долгих лет какими средствами она обеспечивается я уверена что знаю ответ на этот непростой вопрос профессионалами руководит внутренняя сверх идея человек находит радость и вдохновение в постоянной работе по совершенствованию себя своих отдельных качеств и навыков и личности в целом для настоящего профессионала все остальное символические награды медали и кубки и материальные призовые вознаграждения это всего лишь приятные дополнения к вехам большого пути профессиональный спортсмен обязан тут же забыть не только поражение но и победу потому что после победы нет возможности ею наслаждаться нужно снова копить эмоциональные силы но зачастую на это в профессиональном спорте нет времени если следующее выступление сложится напряженно сил может просто не хватить именно поэтому профи забывают о победе еще быстрее чем о поражении поражение вызывает резкое мгновенное падение самооценки и мгновенное разрушение уверенности в себе тогда как на восстановление после победы уходит гораздо больше времени потому что победы опустошают спортсмена гораздо сильнее и все это ради будущих достижений и как только они достигаются профессионал тут же снова их должен забыть ради следующей победы прежде всего над собой и так бесконечно пока в один прекрасный день он не решит закончить свою профессиональную деятельность и только тогда он разрешит себе более не расставаться с прошлым символом которого являются медали и кубки пятикратный олимпийский чемпион по конкуру ганг гюнтер венклер который в первые годы деятельности клуба продар был членом его совета директоров показывая мне свои бесчисленные награды хранившиеся в последние годы его жизни в нескольких оборудованных особой системой климат-контроля серебряных комнатах рассказал что на протяжении всей своей долгой спортивной карьеры складывал все награды в темную кладовую куда никогда не заходил и только по завершению своей многолетней соревновательной деятельности оформил для трофеев специальные помещения а знаменитый конькобежецкий сверкер боявшийся своей праздничной реакции после удачного дня соревнований делал в медленном темпе до 20 кругов успокаивая себя и дожидаясь ухода со стадиона своих болельщиков избегая таким образом поздравлений еще пример на одном из чемпионатов мира по хоккею канадцы вырвали победу шведов со счетом 6 5 а на другой день еле-еле спасли игру с чехами после которой было и сказано знаменитая фраза мы провели бессонную ночь после победы над шведами и досыпали первые два тайма с чехами заслуженный тренер ссср по боксу николай ли говорил если завтра моему выигравшему сегодня боксеру предстоит новый бой я начну критиковать его еще на ринге сразу после того как его руку поднимут в знак победы много лет я задавала себе вопрос что означает концепция победа человека над самим собой что такое воля спортсмена в одном случае воля это способность в другом умение в третьем управление ответ сформулировал олимпийский чемпион владимир сальников воля это сила которая заставляет это так просто это гениально воля это энергия который наделен в разной степени каждый из нас кто-то в большей кто-то в меньшей помните была такая фигуристка елена водорезова она выступала когда не было никаких выгодных финансовых контрактов и модных шоу и даже никаких гастрольных поездок и водорезова не было потому что она постоянно лечила свои простуженные на льду суставы ей говорили лена надо и она делала то что нужно выходила на лед с полными слез глазами и ни одной жалобы за долгие годы никто от нее не слышал она была настоящим профессионалом и умела надевать на себя свой лучший образ вместе с коньками мое многолетнее общение с лучшими профессионалами конного спорта показывает что большой результат возможен только в том случае если вокруг всадника создается команда внутри которой выстраиваются искренние и по-настоящему честные отношения и этот абсолютизм фанатизм как говорила великая рекордсменка не на громова не разрушается ни обстоятельствами не меняющимся настроением людей важно оберегать эту столь редкую и труднодостижимую атмосферу добра и преданности в коллективе каждый член которого должен постоянно ощущать со стороны своих коллег или семьи со стороны родных неизменное чувство любви и уважения а также высокую оценку своей личности и профессиональных качеств и тогда каждый член этой команды будет ощущать потребность эту высокую оценку подтверждать во время соревнований в которых все помогают но выступает один есть свои неписанные законы и один из них звучит так вся команда должна жить по графику спортсмену жить его эмоциями и не отвлекать от полной концентрации не снимать дурацкие видео для соцсетей как это делалось нашей командой на олимпийских играх в токио не воровать у спортсменов энергию настроя который может не хватить на манеже этот моральный аспект становится главенствующим в профессиональном спорте это его основа основа мотивации а мотивация как известно стержень личности в спорте и в жизни только при этом условия спортсмен не победил известный австралийский тренер по плаванию подготовивший 11 чемпионов и призеров олимпийских игр фред карлай говорил моя цель не атмосферу создавал великий анастаси и в этом качестве заменить его пока никому не удалось не удалось привить современным садникам и культуру терпения прошу не путать с терпимостью еще чарльз дарвин ставил терпение на второе после таланта место перетерпеть когда хочется все бросить и никогда больше не въезжать манеж жить обычную жизнь обычного человека способность перетерпеть это качество наиважнейшее для профессионала вспомните сколько часов проводят талантливые музыканты за инструментом в процессе совершенствования техники не думаю что хоть кому-то из них это доставляет больше удовольствия особенно в юности чем беззаботная игра со сверстниками во дворе но они могут перетерпеть и те кто с этим справляется становится профессионалами когда приходит то самое мастерство случайная ошибка практически исключена каждая применяемая мастером практическое средство воздействия просто решает конкретную задачу и таким образом развенчивает миф о чуде значение настоящего фундамента профессиональной тренировочной работы в накоплении такого запаса воли который в самых сложных ситуациях гарантирует спортсмену победу над самим собой над своими сомнениями и страхами мы пока не приучены к профессиональному отношению к делу подавляющее большинство тренеров и спортсменов готова работать честно но для большого рывка этого мало необходим навык делать свое дело профессионально будь то манеж конюшня или кабинет ветврача как же вовлечь наши клубы в работу по воспитанию чемпионов мы сейчас сбились пути в россии нет клубного спорта всадники выступают сами за себя а клубы живут отдельные от профессионального конного спорта жизни и даже если проводят соревнования делают это исключительно в своих бизнес целях как бы мы это не называли но у нас есть этот ресурс клубный спорт и если клубы станут полноценными субъектами процесса создания чемпиона нас уже будет не удержать в конце концов наследие это не твое прошлое это то что ты возьмешь с собой в будущее но это уже другая история с вами была Вита Козлова до новых встреч Вита Козлова до новых встреч